А ты сейчас популярен так же, как Юра Шуцунов в 90-е. Ты как-то был маленький, смотрел песню года, скажи нам. Конечно, конечно. И я видел, как дядя Юра там выступал еще. Давай покажем твои редкие кадры, когда тебе 12 и ты выступаешь на казахском телевидении. Кошмар. Я помню этот момент. Это была прикольная история. Во дворе все мои друзья мне говорили, что ты поешь, как девчонка? Зачем высоким голосом петь? Нас, учителя, учили петь, как сопрано. И я в детстве, будучи еще обладателем голоса дисконт, я пел, как моя мама, как сопрано. И потом пацаны начали мне часто об этом говорить. Пой как мужик. Я такой взял и такой... Начал басить. И как-то вот... Это до мутации у тебя голос? До мутации, да. До мутации. Но когда я готовился к программе, я посмотрел всю антологию песни года. И в 94-м году, когда ты родился... Ты в 94-м уже родился? Да. В этот год Алла Пугачева пела песню «Любовь, похожая на сон» композитора Игоря Крутого. А ты спел ее в прошлом году. И у тебя это хорошо получилось. Спасибо большое. Конечно, до оригинала это даже не обсуждается. Но я постарался спеть ее со своей историей, с точки зрения мужчины. И, конечно, есть к чему еще стремиться. Но у тебя это получилось тоже суперно, Филипп. Внимание. Любовь, похожая на сон. Все здесь в хрустальных перезвон. Твое волшебное другое. Твое волшебное другое. Мне кажется, из всех ремейков, которые были за последний четверть века этой песни, это самая красивая и удачная версия, так спетая от души, от сердца. Хотя эту песню пели и Лара Фабиан. И я, кстати, тоже ее пел. И кто только ее не пел. Вот я говорю про щедрость Игоря Крутого. То есть, вы же не говорите, эту песню будет петь только Алла и больше никто. Но это не показатель щедрости. Любовь, похожая на сон. А как тебе диапазон октав Димаша? Я когда первый раз увидел этого парня в интернете, я думал, это какой-то розыгрыш. Я подумал, это какие-то технологии цифровые. Но это чудо какое-то. Это чудо природы. Я не знаю, это явление. Спасибо. Да, это правда. В свою очередь, я хочу сказать, я, когда я еще жил в Ак-Тубе, я всегда любил смотреть выступления Артура Пирожкова. Большой фанат от души. Жизнь. Но сможет ли Артур Пирожков повторить то, что делают герои популярного ролика в интернете? И Димаш в том числе. Внимание. Итак, наша задача голосом разбить бокал в честь Нового года. Вы завели свою страницу в соцсетях, и мы с радостью смотрим и следим за вашей жизнью. Вот кто меня присадил на инстаграм. Спасибо за ваше творчество. И я знаю, что миллионы женщин мечтают услышать голос Димаша в нашей программе. Пойдем им навстречу. Специально для вас песня композитора Игоря Клутова, Димаш Кенабердян.